ивк ссори 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 что у нас ох чуваку не повезло вот за это я люблю тарков 104 штурмана убили это штурман ребят это штурман нет я не буду забирать у него заберу я у него заберу прицел один из самых главных кустовых предметов находится на самой открытой точки ясно сел покемарить братюня он тоже умеет матрешку делать кстати это ворон начал сталин влад который купил таркова начал играть в тарку постоянно меня все спрашивал спрашиваю потом затих прям реально где-то на неделю затих я вот такой спрашиваю ну чё как дела он такой ну и чё-то поиграл у меня там учеба началась какая учеба у тебя это учеба была весь год он прям реально хотел купить тарков и засесть за него и в общем всего лишь в него поиграл там два дня но то это самое обидно на самом деле когда ты покупаешь игру за 2к или даже какой не обычная версия по моему ты и бросаешь потому что ты не можешь в него играть да 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 даже даже не лезь а он а вот и они очень по блин это был это был дикий ё-моё просто мне надо убить трёх живых людей трёх живых людей неужели я промазал неужели я промазал блин я был двоих бы мог убить обошел на имя обошли на не сразу меня вычислили а так было бы круто если вы попал и этот они мексиканцы мексиканцы еще не наоборот чистые люди дожди я попал сейчас я проверю квест неужели я его попал неужели я его убил офигеть тогда это просто все окупается блин тарка ну хотя не я если попал я ему не попал в грудную клетку полюбасу то есть в голове не попала попал в грудную клетку там слишком было хотя неужели он там упал или он умер просто истек крови но это невозможно не момент истины ну момент истины сейчас как это решается через этот здесь это очень сложно вообще без шуток сейчас это это жесть честно я тебе скажу забей просто он забей если у тебя такие проблемы с соседями люди просто говорят что просто забей офигеть мне получилось его убить один есть один да это никак не решается здесь на самом деле такие законы эти а так скажу они очень как тебе сказать вот на стороне тех кто те кто нищие вот так правильно сказать то есть были я не помню кто не буду говорить как у как у не национальности но они в общем фактически были бомжами я не знаю как они мудрили снять квартиру они смогли снять квартиру там тоже где-то вместо одного человека там жила 10 и это еще было до пандемии естественно то есть если ты не платишь лент особо тебе никто ну тебя не выгонят а тогда это был 2016 году тысячи на не заплатит что через три дня к тебе приходит шерифу и тебя гонят и в общем они что-то там сделали в общем полгода они жили бесплатно полгода и никто их не мог выселить только через полгода что-то там не смогли в общем полицию там с этим таран знаешь что таран короче выбили дверь смогли их это да смогли их в общем выбить но там было практически как война я сам я лично не наблюдал но я я знаю их я видел эту ситуацию мне жаловались армяне мои были тоже ландлордами они были главное там в этом комплексе где я жил и они мил каждый день практически рассказывали про этих людей там там не то что помойка там просто уже там не знаю там уже какой-то пошел там или прости меня там не оргии уже были там уже наркотики и оружие все и они не могли от них избавиться не просто не могли потому что там всегда кто-то был там никто не оттуда не выходила на еще на первом этаже было там еще и балкончик сзади то есть там классная квартира был но да это большая проблема то есть если если сейчас да 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 если сейчас мы не не решим эту проблему с этим да я то перееду я то может быть по-любому когда-нибудь перееду может не в этом году там через год через два года но вот эти чуваки которые в переднем доме там будет жесть там уже жесть происходит и как-то платят бабки и платят ни хера подобного там там такой срач рина ты просто до мир не без добрых людей конечно у меня тут слава богу а и кстати этот передний дом разделен на два дома то есть в переднем там 10 человек живет а в зале живет очень милая добрая тетя мексиканочка очень добрая очень милая и она она как божие дуванчики и там фактически реально срут под дверь она такая ну бывает бывает мы такие да мы бы уже убили бы нахрен понимаешь люди тоже есть хорошие и плохие ой тут города бомжей тут страшно вообще да это иногда это действительно прям даже забавно но в основном это это страшно это прям реально страшно потому что ты понимаешь масштаб столько по моему в одном лос-анджелесе там там не что-то 50 тысяч чтобы ты понимала 50 тысяч это обычный городок в беларуси какой-нибудь из которого я приехала и светлогорска там население ну по моему 45 или 50 тысяч вот это весь город город бомжи когда только в лос-анджелесе то где 17 миллионов человека где сан-франциско там нью-йорк там всякие чикаго миллионы просто миллионы людей конечно и самое главное недовольны они еще ты знаешь какие они тут борзу дай бог ты на машине не пропустишь или там что-то вякнешь ему ты что он тебе просто он просто он умрет но он тебя накажет много теории самая популярная теория это то что все они эти ветераны вьетнамской войны большинство потому что ну если ты немножко историю читала что там было или смотрела цель на цель на металлическая оболочка то очень многие были наркоманами там наркоманили и когда они вернулись их правительство очень быстро послала куда подальше сказала иди нафиг вот и с тех пор они бомжуют потому что у них нет ни денег ничего но вот эти флэшбеки войны вот эти наркомании вот это все осталось но я считаю это бред это неправда я считаю почему не правда потому что есть здесь один такой случай что если ты докажешь что ты военнослужащий или еще что то как тебе сказать короче очень почему ноги идут в армию потому что армием дает все просто вообще все учебу жилье кредиты машины все 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 и зарплату если бы они хотели они бы жили хорошо понимаешь и поэтому тут идет вторая случай который на самом деле очень интересный это почему они получают деньги все равно бомжуют потому что многие просто отказались от такой жизни и эта теория номер два когда они просто живут на улице у них на счетах действительно есть и 10 тысяч и 100 тысяч у кого-то даже миллион но они просто эти деньги не хотят использовать и не будут использовать может они мне нужны им гораздо более нравится рыться в мусоре жить на улице спать в палатке короче заниматься паломничеством или я не знаю отшельником что ли есть еще третья теория третья теория что это просто ну как бы это не теория ты уже официальная такая причина что очень много безработных очень много людей которые просто в депрессию входят они сдаются они просто отрицают возможность вернуться на работу начать что-то заново знаешь это перекантоваться они они лучше пойдут на улицу и как бы сдадутся то есть вот это такое официальное и поэтому здесь очень много приютов и поэтому эти приюты кстати всегда переполнены потому что люди просто сдаются они просто понимают что они все они допустим я не знаю кем они были ну скажем начальником какого-нибудь там не знаю до чего угодно и они потеряли работу потеряли работу потеряли способность платить банк забрал дом что им остается делать вот что у них нет никого ни друзей ни семьи допустим никого что ему все просто нету воли нету воли до отсутствие мотивации понимаешь но как ты можешь быть мотивирован когда тут например я да то есть я уже сколько тут семь лет уже сейчас будет восемь лет и за все семь лет я никого не нашел ну конечно там были подруги были знакомые действительно но они им было им было там 35-40 лет и найти прям человека с которым ты неважно кто это даже не буду говорить это мужчина или женщина это неважно то есть найти кого-то чтобы ты с ним смог так провести действительно жизнь это невозможно мне кажется стих